Помощь, которую сегодня оказал город Южный, насколько она эффективна для вас и насколько она нужна? Значит, помощь, которая оказалась на сегодняшний день в город Южный, она очень необходима и нужна, как вы, как вы сказали. Значит, это вся материальная помощь, которую мы загрузили в КАМАЗ, который в понедельник уходит в район расположения 61-го мобильного госпиталя, где работают наши врачи, средний, младший персонал, технический персонал, который обслуживает раненых и больных, пострадавших, которые поступают в мобильный госпиталя. На сегодняшний день через мобильный госпиталя пришло более 2600 человек раненых, выполнены более 1500 операционных оперативных вмешательств, спасены десятки жизней. Гостель летом был размещен в палаточном фонде, сейчас наступает зима, холода, дожди, снег падет и все остальное, поэтому необходимо согреть персонал и тех пострадавших, которые будут работать там. Значит, сейчас в госпиталя перемещается летний пионерский лагерь, база отдыха для детей, где нет отопления, абсолютно нет отопления, нет, не заведена вода. Сейчас этим способом занимается и те обогреватели, та электропроводка, те колориферы, которые мы сегодня получили, они очень-очень открывают, потому что без этого практически будет невозможно работать, не только работать, а вообще жить не будет. Раненые поступают, они раздетые, без одежды, поэтому для того, чтобы он выжил, надо создать конторный успех, хотя бы более 20 градусов. В палатке или в помещении, где-нибудь, должно быть. А вот оборудование, которое вы сегодня загрузили, оно для чего предназначено, что это? Оно, как я же сказал, для обогревателей, колодителей, поводки. Вот здесь, ну, да, коротко, да. Это, да, это машина в понедельник уходит туда, поэтому отводит туда и там будет уже размещать по помещениям, где будет находиться. Там операционный блок, отделение реанимации, госпитальное отделение, лаборатория, религиозное отделение. Там полноценная районная больница, только размещена в поливе. А на сегодняшний день какое там состояние находится, здание, в котором он находится? Нужна ли еще какая-то помощь от кого-то? Кто-то оказывает? Ну, в понедельник, ну, в первую очередь мы решили, что вот это необходимо. В понедельник мы едем туда, будем смотреть и по всей реальности, я думаю, что надо будет там и канализацию проводить, и водопровод заводить, для того, чтобы нормально можно было работать. А примерно, это на один госпиталь, я понимаю, да, рассчитанное оборудование? Какие-то, может быть, еще, кто-то еще оказывает, может, какую помощь еще оказывает? Вот, за время проведения антидеррористической операции, это гости, который находится в полевых условиях, для этой имущества, которая привезет доверие, это наше подразделение, национальное подразделение нашего центра. Значит, за время проведения, ну, начиная июнь, июль, август, сентябрь, мы получили от жителей города Одессы, Одесской области, уже жителей города Южный, от руководства города, от представителей предприятий, которые собрали средства и приобрели это все имущество, где-то примерно даже более 10,5 миллионов имущества. Закуплена дорогостоящая аппаратура, закуплены два санитарных автомобиля, наркозно-дыхательная аппаратура, кардиомонитор, и много-много. Общая сумма получилась, ну, где-то, не где-то, а точно более 10,5 миллионов. Спасибо, что, и можете еще раз про вашу должность и фамилию по-украински, правильно? Так, вы, так, вы задаете вопрос, на каком языке задаете вопрос, на каком я отвечаю? На украинске, да. А на основном сюжете, который мая выйдет в украинскую новую? Нема питания, я родом в Швейницкой области, по этому моменту, да. Начальник військово-медичного клинического центра Певденного региона, полковник Меганют Володина Павловича. Спасибо большое. А с лекарственными препаратами есть какие-то трудности? С лекарственными препаратами трудностей нет у нас на сегодняшний день. Значит, первая волна, когда у нас была трагедия 2 мая на Куликовом поле, у нас в Куликовом поле поступило сразу 46 человек. Значит, 3 мая была проведена обл. дежурной администрации Нарада, где было определено, какая помощь нужна для людей. Потому что жители, в основном это молодежь, жители города Одессы, не только были пострадавшие из города Одессы. Значит, все вопросы по обеспечению кровью, препаратами кровью, антибиотиками, дорогостоящими препаратами были решены тогда. Габинат поставил задачу, и вопрос закрыт, на сегодняшний день мы проблему не имеем. Если что-то даст, какой-то вопрос возникает, сразу мы общаемся с ними и решаем вопрос. По поводу волонтерского движения, которое сейчас очень поднялось, в Одессе, в Одессе, в области, люди, которые помогают и в госпитале, и в центре нашему, и военнослужащим собирают деньги на бронежилеты, на технику. Значит, есть очень много, очень много тех людей, которые под виду волонтерства пытаются уметь заработать то деньги, и то еще какую-то славу. Много очень гадостей публикуется ежедневно в интернете. Материалы, которые не соответствуют действительности, что они там приносят сюда телевизоры, кормят больных, одевают больные, голые, нечем лечить и все остальное. Об этом я говорил на прошлой неделе на область, он телевидение выступал, а седьмой канал все же был, я то же самое об этом и хочу сказать еще. Для тех людей, которые желают помочь чем-то, кто там материально, кто там какие-то средства, значит, мы от гуманитарной помощи не отказываемся. Значит, надо обращаться к координирующим человекам, которые в центре нас, это мой заместитель по воспитательной работе, Лазебный Александр Николаевич. То, что касается вопроса медицинского обеспечения, медицины, это мой заместитель Галюк Алексеев Владимирович. То, что касается вопроса тыла, занимается заместитель по тылу, где там сейчас логистики называется, это Пасайда Вадим Петрович. Значит, наши телефоны есть везде, мой телефон есть, заместители телефонов, поэтому звоните, мы встретимся, обговорим ситуацию, что так лучше это сделать. И тот человек, который на сегодняшний день у нас 464 было обращений, оказать гуманитарную помощь, официальную. Мы ни одного человека не отправили. Потому что писали в прессе, в одесских изданиях, о том, что прежде чем попасть на территорию центра, нас запахли 10 лет. Да, водители платят, не водители, а те, которые у нас есть лицензия на право заниматься видом деятельности, официально все. Поэтому въезд на территорию центра платный, 10 лет. Но те люди, которые привозят волонтерский, там все, им мы выдаем постоянные пропуска, и они свободно заезжают сюда, на территорию города. Все делать должны официально. Они подпольные. Они хотя бы там через забор перелазили, угрожали, там мы вас, мы прокуратуру, СБУ, еще куда-то. Это дело не пройдет. Здесь жесткий порядок должен быть, поэтому желающие есть, пожалуйста, но надо нести только, приносят, бабушки приносят сок, домашнее изготовление, еще какие-то продукты. Домашнее изготовление мы ничего не принимаем. Только стандарты заводского изготовления, там соки, воду, там что считают, можно кушать. Многие волонтеры есть такие, которые в начале особенно в городе. Покупали пирожки на привозе, приходили, пытались продать этим ранеными эти же пирожки, только имея какой-то налад. Много, может быть, бабушка одна пришла, сказала, вот я принесла конверт от Путина для лечения раненых. Тоже такие были. Понимаете, это чисто провокационный вопрос. Когда я спросил, где вы взяли этот конверт, она говорит, мне дали на Куликовом поле. Поэтому тут очень много. Поэтому, если хотите оказать помощь, пожалуйста, все должно быть цивилизовано. Я думаю, что мы в основном свою работу так. Владимир, у меня есть ваша визитка с вашими реквизитами. Наверное, мы позвоним вам в приемную. Там есть телефоны приемные. И нам продиктуют, если я дам вам эту визиточку с вашего разрешения, вы связываете с приемной, вам выдадут вот перечень всех замов, кто за какое направление отвечает. Я думаю, что бегущей строкой должно проходить по экранам телевизора, когда идут ваши передачи. Пусть, я же говорю, наши представители бизнеса, руководители наших промышленных предприятий, пусть ориентируются на эти телефоны. Если у кого-то возникнет желание, звонят, договариваются, приезжают сюда. И я думаю, при вашем присутствии это будет все передаваться, чтобы это получило такое вот какое-то широкое движение. Потому что, я еще раз повторяю, вся страна, волонтерское движение, мы же это видим, каждый раз после сломации информации оказывает помощь тем ребятам, тем парням, которые там воюют. Но я еще раз повторяю, раненому, который уже пролил кровь, оказать помощь, это, наверное, в два раза необходимо. Хотя, тут сложно оценить, где умов этот, но это, я же говорю, даже по нашей христианской вере, человек, который постраждал, тем более постраждал за нашу страну, за нашу Родину, за нашу независимость. Я думаю, это вдвойне почетнее оказывает задействовать таким людям и помогать им как-то смягчить их страдания, как-то облегчить эти страдания и может даже поддерживать. Так что, спасибо вам. Я надеюсь на сотрудничество с вашим госпиталем всех структур нашего города Южного. Спасибо. Спасибо.